Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Второзаконие» и сегодня мы будем читать 28 главу этой книги. В начале этой главы говорится о благословениях за послушание. А в конце этой книги говорится о проклятии за непослушание. И мы читаем 28 глава с 1 стиха по 14. «Если ты, когда перейдешь за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего». То есть божественные благословения, они предполагают то, что человек проявляет послушание перед Богом. Послушание перед Богом, когда он исполняет волю Бога, которая изложена в его святых заповедях. И далее говорится о тех благословениях, которые будут даны хорошим послушникам, которые выполняют те послушания, которые получают в церкви или обнаруживают их на страницах Священного Писания. «Благословен ты в городе и благословен на поле, благословен плод чрева твоего и плод земли твоей и плод скота твоего и плод твоих валов и плод овец твоих. Благословены житницы твои и кладовые твои, благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя, одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя». То есть Господь рассеет всех наших врагов, как бы единодушно вначале они не выступали бы против нас. «Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя, одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя». Другой смысл этих слов. Различные наказания будут положены на этих противников народа Божия, потому что число 7 означает неопределенность в сторону увеличения, как число 6 означает неопределенность в сторону уменьшения, то есть наказания врагов церкви будут многоразличны и многообразны. «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Земля – это то, чем мы должны заниматься. Земля в Библии – это эфемизм. Земля – это и сам человек, и то, чем он должен заниматься. А чем должен заниматься человек? Прежде всего, самим собою. Сказано в Новом Завете – «Вникай в себя и в учение занимайся с ним самым постоянно». А в книге «Бытия» сказано – «Возделывай и храни рай». «А так как человек сам есть земля, он создан из земли, он должен проявлять заботу о себе, чтобы усовершенствовавшись, он смог бы усовершенствовать окружающий его мир. Отцы выражали эту мысль словами «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». И далее, девятый стих. «Поставит тебя Господь Бог твой народом святым своим, как Он клялся тебе и отцам твоим. Если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его, и увидят все народы земли, что имя Господа Бога твоего нарицается на тебе и убоятся тебя». То есть народом Божьим тот или иной народ остается до того момента, пока он сохраняет верность путям Господним. А когда он уклоняется, он перестает быть народом Божьим. «И даст тебе Господь Бог твой изобилие во всех благах в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего и в плоде полей твоих на земле, которые Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время своё, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Вот здесь мы видим, что признак наличия Божьего благословения, когда человек не входит в зависимость от других людей, не берёт взаймы. Потому что в этом есть опасность, что он окажется в зависимости социальной от каких-то людей, и потом эти люди могут им манипулировать. Мы должны верить в то, что если мы молимся, чтобы Господь нам на каждый день посылал хлеб насущный, Он так и сделает. И, как апостол Павел пишет, «Имеешь пропитание и одежду, и будь всем доволен». А те, которые впадают в роскошь, богатство, подвергают себя многим искушениям. Поэтому для христианина, на мой взгляд, даже неприлично брать взаймы, потому что здесь как бы пропадает упование на того, который уже столько много лет заботится о нас, когда порой нам казалось, что и спать негде, и куска хлеба нету, и Господь всё необходимое посылал. «И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. То есть под чужое ярмо мы не должны становиться. Сделает тебя Господь Бог твой головою, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не будешь внизу. Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им». То есть заповедь Божия свята – это стезя, от которой нельзя уклоняться ни в какую сторону. Далее говорится о проклятии за непослушание. «Если же не будешь слушать голоса Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле». Мне один нарколог недавно рассказывал, что проблема с наркоманией уже сравняла деревню с городом. Уже разницы нет. И в сельской местности с ранних лет употребляют наркотики, и в селах, и в городах. Это, конечно, страшная беда. Может быть, такое уравнение имеется в виду, такое проклятие, когда проблемы городские окажутся и проблемами сельской местности. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Проклятые будут житницы твои и кладовые твои. То есть то, что ты будешь собирать впрок на будущее, ничего не уцелеет. И мы помним, как люди жили под советской идеологией, разделяли эту идеологию, делали накопления, но ничего из накопленного не сохранилось, все это рухнуло в какую-то пропасть, а точнее в чужие карманы. Вот об этом, наверное, и сказано. Проклятые будут житницы твои, кладовые твои. А проклят будет плод чьего твоего, и плод земли твоей, плод твоих волов, и плод овец твоих. Такое массовое проклятие может свидетельствовать о том, что произойдут какие-то перемены экологического характера. И это будет сказываться и на плоду чрева человека, а также на плодах, которые производит земля, плод чрева волов, овец и так далее. Проклят ты будешь при входе твоем, и проклят при выходе твоем. То есть любое дело, которое не предпринимаешь, все равно будут какие-то проблемы. Или речь идет о том, что проклятие будет каждый день при выходе из дома с утра, когда идешь на работу, и проклят при выходе твоем. Проклят ты будешь при входе твоем, это когда возвращаешься домой, и проклят при выходе твоем, когда идешь на работу. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье, во всяком деле рук твоих. Вот смятение – это та реальность, которая сейчас обхватила очень многих. Многие люди, вот последние полгода говорят, мы чувствуем, что-то грядет ужасное. Проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, да коли не будешь истреблен. Ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Ну, кто-то может сказать, что человечество давно уже существует. На самом деле любая эпидемия, если Господь не попустит людям найти защиту от какого-то вируса, она может уничтожить всех людей на Земле. Напротив, жизнь – она зыбка. И ученые говорят, что жизнь на Земле некоторых видов, она прекращалась уже. Куда делись эти огромные динозавры? Все это прекратилось. Далее. «Пошлет Господь на тебя моровую язву, да коли не истребит он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Моровая язва – это то, что подстерегает людей в каждом столетии. Мы знаем, как в начале XX века была эпидемия Испанки, и сколько людей погибло в Европе. Мы знаем, как свирепствовала чума в средневековой Европе, до третьей населения, иногда до двух третей населения людей гибло. Любая эпидемия, она наводит страх на людей, а прекратится ли она или нет, никто не знает. «Поразит тебя Господь чахлостью, горячкой, лихорадкой, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиной, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. И небеса твои, которые над головой твоей, сделаются медью, и земля под тобою железом, вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не погубит тебя, доколе не будешь истреблен». Прах с неба, и небо над головой, которое может выглядеть как медь, это обычно происходит при извержении вулкана и при ядерном взрыве. При извержении вулкана пепел покрывает всю местность, и он очень горячий, он несет смерть в себе. И так все плотно покрывает, что окаменение происходит останков людей, животных. Ядерный взрыв, вот как раз тоже этот ужасный пепел, ядерный осадок, он уничтожает даже больше, чем погибает в эпицентре самого взрыва. «Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не погубит тебя, и доколе не будешь истреблен». И далее. «Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим». Здесь, видите, вот это взаимосвязано. Вот этот прах с неба и следующее. Это как бы произойдет не само по себе, а когда Господь пошлет нам поражение. «Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим, одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них». Мы уже рассуждали над этим. Если одним путем кто-то выступает, а семью возвращается, это значит рассеется армия. Или же будет столько много наказаний, столько бедствий, потому что число семь – это неопределенное число в сторону увеличения. А семью путями побежишь от них, и будешь рассеян по всем царствам земли. Да, мы имеем пример. Еврейский народ, очень талантливый народ, но он не послушался Господа, его святого закона, и рассеян по всем царствам земли. Этот народ своим вот этим рассеянием уже показывает точность исполнения божьих заповедей. И нас Господь тоже рассеивал. Когда была гражданская война, сколько русских людей, самых образованных, самых талантливых, оказались в эмиграции. А сколько сейчас людей уезжает. Такое может произойти с каждым народом, когда он проявляет гордыню и не сохраняет верность закону Бога. И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. Поразит тебя Господь проказы египетской почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты невозможешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. Сумасшествие – это, по-моему, сейчас такая реальность. Достаточно включить телевизор и послушать, что люди говорят друг о друге, особенно те, которые недавно говорили, что братских народов – союз вековой. Что теперь в России говорят про украинцев, и что теперь на Украине говорят про Россию. Как это могло так быстро все произойти? Это явное безумие. И получается точно, как говорят в народе, кого Бог хочет наказать, лишает разума. Ведь мы прочитали. Поразит тебя Господь сумасшествием. Это наказание от Бога. Далее 29 стих. «И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой, ощупью ходить в потьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя». Никто не может защитить, если Господь не защищает, если Господь попустил нам быть наказанными. Но если все против нас, а Господь с нами, этой защиты достаточно. 30 стих и ниже. «С женою обручишься, и другой будет спать с ней. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им». Но это реальность, в которой мы живем. Эти недолговременные союзы расписались, развелись, разбежались. «Вала твоего заколют в глазах твоих, и не будешь есть его. А сладу его уведут от тебя, и не возвратят тебе». Это как раз происходит с теми, которые влазят в долги, о чем мы говорили, что взаймы брать нельзя. Потому что потом им выставляют проценты, им приходится забивать и свой скот, и дом могут отобрать, все могут отобрать. «Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу». Вы спросите, а как это «сыновья и дочери отданы другому народу»? А вы послушайте, чью музыку они слушают. Вы посмотрите, какие книги они читают. Впрочем, книги они уже не читают. Вы посмотрите, каким языком они говорят. «Разве это русский язык? Они уже отданы другому народу. Глаза твои будут видеть, и всякий день истыевать о них». То есть мы будем видеть детей, но они как бы уже не наши. «И не будет силы в руках твоих». Сила человека – это вот дети. «Плоды земли твоей, все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни и сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты невозможешь исцелиться, от подошвы ног твоей, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей». А почему вот именно на коленях, голенях от подошвы ног? «Не молился?» «На коленях не стоял перед Богом, в храме не стоял, не молился». Вот человек и наказывается своими грехами. Был неблагодарен Богу за то, что имел, потерял и то, что имел. «Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои». Вот здесь предсказывается вавилонское пленение, вавилонское пленение еврейского народа, когда еврейский царь был отведен в плен. «И там будешь служить иным богам». И в Ассирии служили иным богам, и вавилоне. «Деревянным и каменным, и будешь ужасом, притчию и посмешищем у всех народов». Действительно, сколько анекдотов есть, причем таких циничных о еврейском народе. А это предсказано. «И будешь ужасом, притчию, забавным примером и посмешищем, то есть анекдотом, у всех народов, которым отведет тебя Господь Бог». Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить и не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Все дерева твои, плоды, земли твои погубят ржавчины. А когда мы читаем о еврейском народе, мы должны это проецировать и на христианский, на наш народ христианский. Апостол Павел так и пишет. «Все, что было с ними, это для нас, то есть для христиан, достигших последних времен. Пришелец, который среди тебя будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь дидже и дидже. Разные племена будут приезжать, не нашего исповедания, а горяне понаедут отовсюду. Они будут ходить с гордо поднятыми головами, как хозяева Москвы, других городов, а мы будем вот так сгибаться перед ними. Он будет давать тебе взаймы, этот чужой народ, а ты не будешь давать ему взаймы, то есть мы будем зависимы от них, а не они от нас, то есть они будут как хозяева. Он будет головою, а ты будешь хвостом. Вот что может постигнуть народ за неверность Богу. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал глаза Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его, постановления Его, которые Он заповедал тебе. Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего. Вот за что главное наказание. Мы не дорожили тем, что имели. Российская империя накануне Первой мировой войны, которая россиянам вообще была не нужна, это за интересы Британии и Франции была война, была в моменте экономического подъема. И нам надо было дорожить и монархии, и экономическим ростом, и радоваться, и веселиться. А вместо этого авантюры всякие начались, политические, военные, революционные всякие потрясения. И Бог просто не принимает людей, которые служат Ему без радости и веселья. Внимательно слушаемся. 47 стих. За то, что ты не служил Господу Богу твоему, то есть, исполнял заповеди, но без веселья и радости. За то, что ты не служил Господу Богу твоему, с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог твой в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ермо, так что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь. Но мы не знаем, какой это народ, может быть, это через очень длительное время произойдет, а может быть, в скорости. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь. Народ наглый, который не уважит старца, не пощадит юноши, и будет он ест, есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея. То есть мы служить не сможем. Ни хлеба, ни вина, это евхаристические символы, ни елея, да, елей помазни, мир помазни, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубят тебя. А тогда вот плоды овец, волов, это первенцы, их приносили в жертву Богу. И вот эта реальность, которая грядет, она всех ожидает. Кстати, Фросиня Полоцкая, она когда предсказала русским князьям, она была очень авторитетная старица, очень пожилая, она проправнушка князя Владимира, и она мирила князей, а князья враждовали друг с другом. Одной верой, одной крови, все от древа Владимирова. И она предсказала вот этими словами Старозакония. Бог нашлет на вас народ, языка которого понимать не будете. У нас тогда никто не знал, кто такие монголы. Печенегов знали, Хазаров знали, Татаров знали, а что такое монголы, не знали. И когда эта орда пришла, и наказание за то, что мы разобщенные, что брат на брата, как сейчас славянское триединство, Украина, Россия, Белоруссия, все разобщается и разобщается, и каждый себя считает правым. И пока мы, русские, не скажем, мы виноваты во всем, и пока братья украинцы не скажут, мы виноваты во всем, и пока братья белорусы не скажут, мы виноваты во всем, какой же мир может наступить, когда один брат обвиняет другого, и никто не хочет остановиться. И будет теснить тебя, вот этот народ, языка которого не знаешь, во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушат высоких и крепких стен твоих, татары разрушали стены, на которые ты надеешься, и рязанцы надеялись на стены, и киевляне надеялись, монголы все это разрушили, и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь, Бог твой дал тебе, и ты будешь есть плод чрева твоего от голода, плод сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь, Бог твой, дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснят тебя враги твои. Иосиф Флавий, Иосиф бен Матафия, живший в первом веке, он наблюдал осаду Иерусалима, когда римляне делали осаду, и там с голоду люди начали поедать своих детей, и бегали команды зелотов, там фанатиков, которые довели до такой ужасной войны все, и вынюхивали, не пахнет ли мясом, Иосиф Флавий описывает, они забежали в один дом и увидели там мать, а, значит, сварила ребенка, своего маленького, и она говорит, сейчас поедим, вот на сегодня, и детям своим живым говорит, потом вот другого возьмем. И они в безумии выбежали оттуда, эти зелоты, те, которые за войну ратовали, которые ратовали за вооружение, что мы весь мир завоюем, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Наш народ должен тоже бояться, бряться каким-то оружием, это не тот путь. Сказано, ищите мира и стремитесь к миру. И ты будешь есть плод чрева твоего, плод сынов твоих и дочерей твоих, которые Господь, Бог твой, дал тебе в осаде и в теснении, и в котором стеснит тебя враг твой. Муж изнеженный и живший между вами великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него, и не даст ни одному из них плати детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа, недра своего, и на сына своего, и на дочь свою, и не даст им последа выходящего из среды, ног ее, и детей, которых она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их в осаде, стеснении, в котором стеснит тебя враг твой, в жилище твое. Мы знаем, в каком положении был Ленинград, столица революции, какой страшный голод был, там сколько жертв, сколько погибло детей. В истории очень многое-многое повторяется, в этом как раз и заключается универсальность Слова Божия. Оно относится к тому поколению, когда произносится, оно говорит о предшествующих событиях, о том, что будет, и о том самом последнем времени, о которых пророк Даниил пишет, наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди. И далее, 58 стих. Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все злые язвы египетские, о которых ты боялся, и они прилипнут к тебе, и всякую болезнь, и всякую язву, ненаписанную, и всякую написанную в книге закона сего Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. Что значит будут язвы, ненаписанные? То есть появятся болезни, о которых люди никогда не знали, новые вирусы, которые при том будут мутировать, когда будут с ними бороться, будут появляться мутации этих неизвестных вирусов. Поэтому написано, которые ты знаешь и какие не знаешь, то есть какие написаны, какие не написаны. В книге закона сего Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. И останется нас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным. Ибо ты не слушал гласа Господа Бога твоего. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас. Извержена будет те земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Возможно, Господь сейчас будет насылать серьезные недуги, болезни, по той причине, что люди оправдывают многочисленностью населения греха аборта. И есть страны, например, Китай, в них там такой закон, одна семья, один ребенок. И вот все, которые замешаны в грехе аборта, и у них вот есть это объяснение, много людей, людей много. Господь может так сократить, как вот здесь прочитали, в меньшинстве останетесь. В меньшинстве. И останется вас немного, тогда как множеством вы подобно были звездам небесным. А останется немного. Извержены будете земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Еврейский народ потерял святую землю. А по милости Божией они сейчас вот в середине XX века возвращаются на эту землю. Многие, кстати, возвращаются туда уже православными христианами, как и предсказывали пророки их обращение ко Христу. «И рассеет тебя Господь Бог твой по всем народам, от края земли до края земли, и будешь ты служительным богам, которых не знали ни ты, ни отцы твои, дереву и камням, но и между этими народами не успокоишься, и не будет места для покоя ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, то есть трусливое сердце, и стоевание очей, и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть перед тобою, и будешь трепетать ночью и днем». Вот в сталинские времена же так и было. Ночью трепетали, потому что ночью арестовывали. И днем, и на работе могли арестовать. «И не будешь уверен в жизни твоей от трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь, ой, если бы пришел вечер, а вечером скажешь, ой, если бы наступило утром, особенно ночью, вот эти воронкии по городам, селам арестовывали население. «И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты больше не увидишь его. И там будете продаваться врагам вашим в рабов и рабынь, и не будет покупающего». Когда это происходило? Когда римляне одолели евреев, разрушил храм, потом Вторая война, уничтожено это восстание, особенно после Первой Иудейской войны, в Первом веке, всех юношей, крепких мужчин, красивых девушек на корабли и продавали в Рим, в Карафаген, в Египет, Александрия, Рим, Афины. Торговали наследием, потомством Авраама, Исаака, Иакова. Как я уже сказал, все это относится и к нам, на этом настаивает Первоверховный апостол Павел, что все, что было с ними, с иудеями, это в образах для нас, то есть для христиан, достигших последних времен. Не будем забывать об этом. Спасибо, Христос. Христос.